привет друзья с вами проведем очередной эксперимент в плане чистки монет сегодня будем чистить электролизом многие скажут да видео много но не все так просто у нас будет небольшой эксперимент в чем суть вот такая вот двушечка ну в хуже состоянии нашел нет у меня уже все почистил но суть будет ясно попробуем почистить ее вот такая вот полушка полушка не чищена посмотрим как она себя покажет и вот такая монетка на ней вот это пятно по центру это клей эта монетка из пану многие говорили вот там на монетки на пану лучше не тратить потому что ты их убиваешь и в коментах мне писали вот мы и посмотрим чистит электролиз клей или не чистит или те монеты которые вы потратили на пану уже мертвы навсегда это у нас душ какая специально для эксперимента разобрал пану и снял ее силикон которым была приклеена с этой стороны клею снялся очень легко но клей остался вот и попробуем что с этого получится посмотрим дальше что нам понадобится для процесса электролиза вот есть у меня такая емкость уже с пол ведра наверное монет здесь почистил пластиковая наливаем сюда но если монетки то 200 миллилитров если чего-то больше тогда наливаем больше на чтобы это все покрылась берем обычную соль не ядированную обычные воду насыпаем я сыплю полторы ложки соли и все это растворяем ждем соль у нас воде для улучшения точнее для самого процесса электролиза потому что без соли кино не будет я буду использовать вот такой блок питания с обычной машинки для стрижки сатурн он на 200 миллиампер что это значит вот видите 200 миллиампер если у вас блок питания будет сильнее значит процесс электролиза будет проходить намного быстрее то есть монетка кипит быстрее с другой стороны у нас вот такая вот ложка ну если это можно назвать уже ложкой ложка была из нержавейки я не знаю там говорят люди можно гвоздь металлический я не пробовал я использую только нержавейка это ложечка которая шла с чаем в подарок я покажу вам как она должна быть еще где-то есть одна и вот такая настала виде как ее сожрала и вот этот провод который идет к монетке это у нас минус потому что у нас кипит именно минус вот здесь крабик крабик обычный раньше такие были на шторках только видите вот я ему разогнул зубы так сказать чтобы он не царапал монету вышла по принципу пинцета но живут они не очень долго это уже наверное четвертый 1 умирает его пружинка и он приходит негодность также можно сказать трухнут провода вот эти вот видите для этого эксперимента зачистил на ново и те что идут к ложке и те что идут крабику он изначально такой красивый блестит а потом он превращается в хлам но это смотрят от того сколько ему не так перечистите насколько долго будете это делать вот такая вот ложка была при жизни вот такая настала ужас магия наша посудина неожиданно и вероломно дала течь так что в экстренном порядке была заменена на новую но суть эксперимента это не меняет соли на раз растворилась уже видите нет так что можем приступать вы можете не понимать саму суть это химико физического процесса но вы должны усвоить что кипеть должна именно монета в нашем случае это вот этот крабик даже можете не запоминать где плюс где минус это здесь не суть важно важно то что кипеть должна монетка вот видите нашем случае кипит крабик красиво но кипит это не означает что он теплый он холодные видите можно ставить и палец не бьется но так лучше не делается эти чисто всегда выключайте и тогда будет вам счастье но он не горячий вот и еще раз прикасаюсь не горячий это просто так кажется первая монетка у нас это две копеечки александра км то что с клеем монетка покрыта искусственной платиной патина сойдет но нас интересует и берется ли клей которым эта монетка была приклеена на панно или это испортит монетку навсегда вот видите первым делом начинает кипеть крабик вот хорошо видно начала кипеть монетка еще один нюанс монетка начинает кипеть с той стороны которая ближе к нашему второму металлу в этой посудине то есть это у нас данный момент ложка ложка с нержавейки как бы вы ни крутили если это будет стакане все равно так что это важно монетку надо время от времени переворачивать потому что будет одна сторона светлее а до темнее она вам надо вот как проходит данный процесс образуется такой как бы шлейф так можно сказать грязный такой это потихоньку тянется в сторону нашей ложки вот так кипит монетка прошло 7 минут вот такая у нас бурлящая жидкость получилась аж страшно сейчас раз и пальца нету по плечо достаем посмотрим насколько я понимаю клей на месте да ну пускай еще чуток полежит могу сказать с уверенностью 99,9 процентов что электролиз не убирает супер клей значит для него надо взять обычную смывочку электролиз нет это не удалит вы так убьете монетку полностью вот такая монетка с этой стороны после электролиза с этой стороны вот так вот где видно был супер клей он там и остался как будто покрыта лаком а дальше электролиз чуток все почистил продолжим вот на такой двушки ну честно на в такой платине что и можно и не чистить но ради эксперимента почистим вот такая она зеленая чуток кое-где грязная сейчас посмотрим что с этого получится опускаем монетку в нашу страшную субстанцию как фильме чужой бурк и ждем пять минут прошло я думаю больше не надо монетка чистая и мы имеем чего вот такой вот результат у нас получилось вот такая вот монетка нет никакого мусора достаточно четкая красивая если вам не нравится такой цвет патины вы можете сделать ее искусственной потемнее вот так как вам хочется хоть и зеленая или белая в яблоке эта сторона вот так кое-где остались пятнышки можно зачистить механически и можно еще подержать но я бы не держал потому что сожрет сожрет поле а это нам не надо будет если передержать то что с нашими дорогами по весне или с подвеской автомобиля она нам надо думаю нет после третьего раза чистки полушка у нас вот такая вот в некоторых местах не очистилась так как куприт наверное туда уже пустил корни очень глубоко если его снять наверное будет очень много раковин если подержать конечно бы дольше я думаю слезла бы но вот здесь где сейчас зеленые пятна было бы чисто а все поле монеты бы сожрала а нам это никак не надо тут можно дочистить механически вот с этой стороны такая монетка вот что у нас получилось довольно неоднозначный результат что можно сказать я бы не чистил монетки все таким способом его надо применять тогда когда вы уже так сказать все перепробовали ничего не помогло то есть дальше хуже не будет то есть вопрос стоит так или чистить или не чистить я таким способом чищу только или очень уставшие монеты просто интересно что за кружочек или не чищу вообще потому что таким способом можно просто напросто убить клей электролиз не очищает надо взять обычную смывку для клея и все это сойдет вот видите на двушке были мягкие окислы просто зеленый налет и она почистилась а вот на полушке твердый куприт и электролиз нам не помог чистить так или нет решать вам я просто хотел провести эксперимент повторюсь я так чищу только те монетки которые не боюсь убить а если монетка дорогая или стоящая лучше мыло на мой взгляд нет ничего долго но куда вы спешите монетка лежала и ждала вас не одну сотню лет а то что она полежит в мыле недельку-две а то и месяц это не проблема вы ее нашли она уже никуда от вас не денется спасибо что смотрели ставьте лайки если видео понравилось если не понравилось пишите грозные комментарии обсудим мне будет очень интересно ваше мнение подписывайтесь будем ждать весну вместе до новых встреч удачи ваше мнение